Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске Дань памяти жертв геноцида армян пройдет в Мандела-Ланеполь. Памятник Леониду Асгалдиану Вериване подвергся вандализму. В заявлении Национального собрания Республики Арцах армянская школа в Константинопле подверглась вандализму. Соединенные Штаты готовы помочь установить мир между Арменией и Азербайджаном. В Малайтии и Западной Армении замерзли абрикосы – страницы армянской истории. Председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабраамяна, Армянский союз Мандела-Ланеполь, Ассамблея ветеранов армян Западной Армении, Ассоциация борцов французского сопротивления армянского происхождения, приглашают воспринять участие в церемонии поминования жертв геноцида, осуществленного в отношении армянского народа. Церемония состоится в понедельник, 25 апреля 2022 года в 11.00. Церемония пройдет согласно протоколу. После сноса памятника в Леониду и Манугу на вершины горы Арагац преступники теперь хотят снести памятник Леониду Асгалдяну в Ереване. Около 25 лет по всей Армении и Арцах проводится политика уничтожения символов нашего сопротивления. Все началось с расформирования шушинского полка отряда специального назначения. Сегодняшнее действие напоминает неуничтожение азербайджанской армии Хачкара в Наджугийском кладбище. Эти преступники сейчас свободно разгуливают по Еревану. Камеры могли снять эту сцену. Кто виноват в этой ситуации? 14 апреля 2022 года Армена Кабриамян. Напомним, что в Ереване был осквернем памятник Леониду Асгалдяну. Возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий, проведенных полицией, личность преступника установлена. 58-летний мужчина, проживающий на проспекте Маштоца в Ереване, был доставлен в Главное управление полиции и дал показания. Он был арестован. Нынешний государственно-правовой статус Республики Арцах сформировался посредством общенародного волеизъявления. Трех референдумов, принятые по их результатам Конституции и общенационального согласия, достигнутого всеми частями армянства предыдущие годы. Государственность Арцаха, право жить независимо на своей исторической родине, абсолютная ценность, и даже угроза войны не может заставить отречься от нее. Сам по себе любой переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном с мирной повесткой, предполагающей насильственное включение Арцаха в состав Азербайджана, а также вытекающие из этого подписания документа, подрывает не только государственность Арцаха, но и неотъемлемое право армянства Арцаха жить на своей исторической родине, статья полностью доступна на нашем сайте. Армянская школа в Константинопле подверглась вандализму. На школьных воротах был нарисован крест со свастикой. Акт вандализма накануне подготовки к Пасхе 17 апреля и годовщине геноцида армян 24 апреля. Напомним, что эта же школа подверглась антиармянскому нападению в ноябре 2016 года, когда на стенах появились надписи «Однажды ночью мы вдруг появимся в Карабахе». На стене оставили слова «Да здравствует турецкая раса и пытайте армян». Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время брифинга «Мы по-прежнему привержены продвижению мирного и демократичного будущего в регионе Южного Кавказа. И, как вы знаете из сообщений госсекретаря Блинкина, мы приветствовали встречу премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева 6 апреля в Брюсселе, включая положительный прогресс в подготовке мирных переговоров и создании двусторонней комиссии по делимитации. Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в переговорах в двустороннем формате и с коллегами-единомышленниками, в том числе в роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В ответ на это заявление президент Западной Армении Арменак Абрамян просит Неда Прайса рассмотреть вопрос о признании господином Джозефом Байденом геноцида армян, которое включает массовые убийства, совершенные азербайджанскими властями в Шуши в 1920 году. В провинции Маладия, Западной Армении температура воздуха упала до минус 5 градусов, что привело к обморожению абрикосовых деревьев. Мороз уничтожил урожай абрикосов, который считается источником средств к существованию жителей села. В последние дни низкая температура воздуха ударила по сельскому хозяйству во многих регионах. Напомним, что Маладия является провинцией, производящей больше всего абрикосов в Западной Армении. Многие называют ее родиной абрикосов. Армения – одна из древнейших цивилизаций мира, история которой насчитывает более 10 тысяч лет. Ее жители – выходцы из Армянского Нагоря, расположенного в Западной Армении. На основании многочисленных археологических находок и научных исследований армянская Нагоря – колыбель цивилизации. Арцахская область, как и Нахичеван, входили в состав исторической Армении. Название армянский Арцах, согласно некоторым источникам, произошло от слова «цах», что в переводе с древней армянского означает «лес», так как в Арцахе много густых лесов. Армянское слово Нахичеван означает место спуска, то есть спуска Ноева Ковчега с ближайшей горы Арарат. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!